Лидерство имеет дело с созданием команды, коллектива, объединенного общими целями, задачами и потом совместно с этим коллективом или командой достигать общие задачи. Вопрос заключается лишь только в том, что при создании команды или коллектива можно сделать упор на многообразие в коллективе, в команде, либо создать некую такую однородность. И является ли эффективным многообразная, разнообразная команда с разным жизненным опытом, мировоззренческими убеждениями, уровнем образования, этническим происхождением. Либо создать такую однородную команду, может быть даже состоящую из людей одной специальности, одной этической группы, может быть даже создание команды из родственников. Лидерство в контексте многообразия прежде всего допускает такую важность диалога, взаимоуважения, толерантности. Здесь ценятся перспективы другого человека. Очень важно, чтобы каждый участвовал в процессе планирования, реализации. И многообразие обогащает. В общем-то для руководителя, который празднует это многообразие, он видит, как люди с различным жизненным опытом, профессией, может быть разными взглядами могут повлиять и высветить, сделать какие-то предложения, которые в голову бы не пришли коллективу такому однородному. Многообразие в коллективах должно быть аутентично. Можно собрать команду людей из разных членов команды, ну вот как бы ради принципа. Когда есть многообразие в коллективе, но нет согласия, нет взаимодействия, тогда происходит, как в басне Крылова. Когда в товарищах согласия нет, то дело не пойдет на лад и будет и не дело, а только мука. Однородность людей в коллективе для большого ценность представляет собой. Ну, в оркестр приглашает музыкантов, футбольную команду футболистов. Хотя однородность может быть и благословением, и проклятием. Тем не менее, сложно представить себе успех какой-либо организации, команды, если нет однородности в целях, когда люди не обладают похожими, схожими компетенциями, не обладают определенным знанием в какой-то одной области. Однородность для организации коллектива может быть очень опасна. Дело в том, что руководитель, лидер может не слышать голоса, которые свежие, открывают какие-то новые перспективы. И, в общем-то, однородность может быть неким прикрытием того, когда лидер собирает вокруг себя людей, которые, ну, совсем соглашаются. Они, в общем-то, говорится, априори в команде лишь только потому, что они изначально уже похожи на руководителя, такого же склада характера, может быть, такого же типа личности, обладая теми же знаниями, специальностями. Это может быть весьма пагубно для организации. Наверное, неправильно будет вопрос, поставлено допустимо или целесообразно разнообразие в коллективе или однородность. Ну, в зависимости от сути организации, наверное, есть определенная степень разнообразия или однородности. В абсолютных каких-то категориях навряд ли мы можем найти какую-либо организацию, где, ну, вот все похожи друг на друга, все одинаково мыслят, нет никаких конфликтных взглядов, различных перспектив на то или иное. И по всей вероятности достижение однородности или разнообразия должно быть, в общем-то, обосновано. Самое главное, чтобы организация достигла этих трех уровней и была в прибыли, и чтобы забота была о благосостоянии людей, и чтобы вместе с этой командой проявить какую-то социальную ответственность за окружающее общество.